Вы когда-нибудь задумывались, как кофе влияет на продолжительность вашей жизни? Сегодня мы разберём факты из новых исследований, которые могут перевернуть ваш взгляд на этот напиток. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Отдельное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет простые слова благодарности в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это полезное видео, и мы начнём. Многие люди, не следующие принципам здорового питания и образу жизни, акцентируют внимание на том, что они не употребляют кофе или делают это крайне редко. Но насколько они правы? Действительно ли отказ от кофе приносит благоприятные результаты для здоровья? Давайте обратимся к фактам. В 2017 году британский медицинский журнал, имеющий огромное уважение в медицинском мире, опубликовал обширную статью, включающую обзор 201 мета-анализа. Среди них было 17 мета-анализов интервенционных исследований и 201 обзор обсервационных исследований. Обсервационные исследования предполагают простое наблюдение за группой людей без каких-либо внешних воздействий. В то время как интервенционные исследования включают в себя участие людей, соблюдающих определённые условия, например, употребление трёх чашек кофе в день. Эта работа принесла множество фактов, о которых мы ранее не задумывались, даже полагая обратное. Ссылка на статью на английском прилагается в описании под видео. Используйте Google Переводчик для комфортного ознакомления. Что касается определения чашки кофе, то мы имеем в виду примерно 230 мл кофе, что обычно соответствует порции американо. В англоязычной литературе, когда говорят о чашке кофе, имеется в виду 8 унций жидкости, что примерно соответствует 95 мг кофеина. Обычно подразумевается молотый кофе, вес которого колеблется от 7 до 9 граммов молотых зёрен. Важно отметить, что кофеин – не единственная ключевая составляющая кофе. В кофе содержится около 1000 биологически активных веществ, включая хлорогеновую кислоту, кофеин, витамин В2, магний и другие. Эти компоненты играют важную роль в антиоксидантных процессах, защищая клетки от воздействия реактивных соединений кислорода и азота. Существует мнение, что кофе может активизировать сертуиновые ферменты, ответственные за генетическую регуляцию молодости, и, таким образом, стимулировать гены молодости. Рассмотрим первый эффект кофе – влияние на смертность от различных причин. Исследования показывают, что люди, употребляющие от 3 до 4 чашек кофе в день, имеют на 10% меньше вероятность умереть от различных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, инфекционные заболевания и другие. Это означает, что здесь утверждение тех, кто считает, что здоровая диета не включает кофе, не совсем соответствует действительности. На самом деле, есть некоторые мифы и опасения относительно кофе, и давайте рассмотрим их. Вторым важным фактором, который беспокоит некоторых людей, является мнение о том, что кофе может привести к повышению артериального давления. Действительно, у некоторых людей, чувствительных к кофеину, может произойти кратковременное повышение артериального давления и усиление сердцебиения вскоре после употребления чашки кофе. Однако эти реакции быстро проходят. Важно отметить, что такие эффекты относятся к небольшому числу людей с повышенной чувствительностью к кофеину. Результаты проведенных исследований показывают, что кофе практически не влияет на артериальное давление и статистически значимых отклонений не наблюдается. Касательно влияния кофе на липидный спектр, можно отметить, что изменения небольшие, но влияют в отрицательном направлении. Уровень плохого холестерина может немного возрасти, уровень хорошего холестерина может уменьшиться, а уровень общего холестерина и триглицеридов может слегка увеличиться. Однако эти изменения относятся исключительно к потреблению обычного кофе, в то время как кофе-заменители считаются безопасными в этом отношении. Еще одним аспектом, вызывающим опасения, является предполагаемая связь кофе с раком. В 1991 году кофе был классифицирован как потенциальный канцероген, но в 2016 году Международное агентство по изучению рака отменило все обвинения в адрес кофе. В 2018 году в Калифорнии возникли обсуждения о том, что производителей кофе следует обязать помещать предупреждающие ярлыки на упаковку, указывая на потенциальную связь кофе с некоторыми видами рака, основанную на присутствии акриламида – вещества, образующегося при высоких температурах при взаимодействии углеводов, процессе приготовления кофе и других продуктов. Однако эти обвинения были быстро опровергнуты, так как содержание акриламида в кофе является крайне незначительным. Возникший шум вокруг акриламида возник из-за того, что лабораторные животные, на которых проверяли воздействие акриламида, использовали концентрации, многократно превышающие те, которые обычно присутствуют в кофе. Решено было, что такие концентрации никогда не будут достигнуты в обычных условиях, и кофе был оправдан. Интересно, что факты свидетельствуют о том, что употребление кофе снижает риск развития некоторых видов рака, таких как рак предстательной железы, рак эндометрия, меланома и рак кожи, не связанный с меланомой. Некоторые опасения были связаны с возможностью кофе вызвать повышение риска рака лёгких и рака пищевода. Однако выяснилось, что это может быть связано не с самим кофе, а с тем, что он обычно употребляется горячим. Горячие напитки, включая кофе, могут вызвать раздражение пищевода и, как любые горячие напитки, могут способствовать онкологическим процессам. Температура, при которой употребляется кофе, имеет значение. В отношении рака лёгких также надо отметить, что связь между кофе и раком лёгких выявлена только у курильщиков. Важным аспектом, связанным с желудочно-кишечным трактом, является стимулирующее действие кофе на желчеобразовании и ускорение пассажа пищи через кишечник. Это снижает неблагоприятную нагрузку на кишечник и может положительно влиять на предотвращение рака желудочно-кишечного тракта. Кофе также проявляет способность предотвращать образование камней в желчном пузыре благодаря сильному желчегонному эффекту. Также отмечено, что употребление кофе связано с меньшим риском развития жирового гепатоза, ожирения печени, а также с меньшим риском развития фиброза и цирроза печени. Влияние кофе на организм включает множество аспектов. Одним из ключевых пунктов является его воздействие на обмен веществ. Употребление кофе снижает риск развития сахарного диабета второго типа благодаря высокому содержанию магния, что благоприятно влияет на чувствительность организма к инсулину. Это снижает вероятность развития сахарного диабета второго типа. Также употребление кофе связано с уменьшением риска развития подагры и мочекаменной болезни. Исследования показали, что употребление 3-4 чашек кофе в день связано с уменьшением заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт миокарда и инсульт. В отношении болезни сердечно-сосудистой системы уменьшение составляет 19%, а в отношении инсультов – целых 30%. Дополнительные исследования показывают, что даже употребление 5-10 чашек кофе в день может быть лучше, чем его полное отсутствие. Кофе также оказывает положительное воздействие на неврологические заболевания, снижая риск развития болезни Паркинсона на 24%. Однако важно учитывать негативные эффекты. В частности, беременным женщинам следует ограничивать употребление кофе из-за возможных негативных воздействий на развитие плода. Период полужизни кофеина в организме беременной женщины выше и употребление кофе может привести к преждевременным родам и замершим беременностям. Рекомендуется ограничивать потребление кофеин содержащих продуктов до 100 мг в день во время беременности, что эквивалентно приблизительно одной чашке кофе. Кофе, как напиток, имеет впечатляющий список положительных свойств. Обобщая обсужденные моменты, можно выделить следующие положительные эффекты кофе. Уменьшение смертности Исследования показывают, что употребление 3-4 чашек кофе в день связано с уменьшением общей смертности, включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Защита от неврологических заболеваний Кофе связан со снижением риска развития болезни Паркинсона. Влияние на обмен веществ Употребление кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа и подагры, а также связано с уменьшением заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы, такими как инфаркт миокарда и инсульт. Теперь негативные эффекты. Влияние на беременность Беременным женщинам следует ограничивать употребление кофе из-за возможных негативных последствий для развития плода. Влияние на костно-мышечную систему Возможно, что употребление кофе связано с повышенным риском переломов костей у женщин в период менопаузы, но не все механизмы пока известны. В целом, умеренное употребление кофе 3-4 чашки в день считается безопасным и даже полезным для большинства людей. Однако, как и с любым продуктом, важно учитывать индивидуальные особенности и ограничения, особенно в случае беременности или особых медицинских состояний. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok